Итак, уважаемые друзья, очередное видео. Прежде чем мы будем показывать, я хочу рассказать, что это за семья. Это семья номер один, которая снимали мы, что яйца переносила. И это семья запас меда в зиму. Второе видео мы снимали здесь. Это третье видео будет о том, что некоторые мне печатают такие вопросы, что эта семья мало пчелы, не перезимует, у нас мед, как говорится, проблемы разные, пыльцы много. Я говорю, у нас лето тянется еще два месяца. Поэтому я покажу, какой запас сделала матка и что она сделала, почему она сделала. То есть я рассказывать буду сейчас о технологии созидания сильной семьи, сильной маткой в зиму. Значит, сначала рассказываю, что это была за семья. Эта семья была с пестрым распродом, сетчатой. Мне матка не нравилась. Поэтому я 1 августа посадил ее в клеточку. Два дня назад я вытащил эту матку. Что произошло здесь, сейчас я расскажу, какие процессы, значит, были. Первый процесс мы задавали корма, они сделали запас меда. Но было много пыльцы, и некоторые говорят, пыльцы не годятся в зиму, такие запасы. Потом следующий процесс показывали, зачем пчелы приносят яйца. Пчелы принесли яйцо, сделали маточник. Кто-то печатает мне, а они не выведут матку. Это яйцо некачественное. Итак, они вывели матку. Эти яйца качественные, пчелы не настолько, как говорится, больные на голову, чтобы переносить плохие яйца. Они знают, я поставил туда рамочку от другой семьи, от качественной. А от этой семьи, как говорится, закрытый был расплод. И поэтому они с этой рамочки взяли, перенесли на другую рамочку, сделали мисочку хорошую, сделали маточник и вывели хорошую матку. Итак, покажу, что мы можем иметь в этих случаях, если мы закрываем матку хотя бы на месяц. Если мы закрываем матку на месяц, мы должны планировать, что мы выведем другую матку. В этом случае мы должны задавать корма. В этом случае пчела сохраняется, она не изношена. В этом случае мы можем сделать две матки к осени. В этом случае, когда мы матку закрыли, мы можем сделать нуклеус от этой семьи. Где пчелу брать? Пчела износилась. Сейчас покажу, где пчелу и где расплод брать. В этом случае, когда мы закрыли матку, семья получила безрасплодный период. В этом случае мы можем сделать хорошую профилактику против клеща. То ли дымом, то ли еще чем. Чем хотите делайте. Целый, как говорится, за месяц вся пчела вышла и нету расплода. Это очень удобно. Я никакой профилактики не делал здесь. Поэтому рассказываю, что это было без химии, без ничего. И если хороший расплод, он говорит о том, что в этой семье нету заболевания. Эта семья сильная становится. Плюс в зиму идет матка качественная, не изношенная, поздняя, хорошо сеет. И много расплода. И эта семья по весне вас будет радовать от, как говорится, хорошим развитием. Плюс еще один фактор хочу сказать. Когда вы закрываете матку, если вы не закрываете матку, как правило, к осени семьи сокращают яйцекладку. А пчеловоду надо нарастить пчелы в зиму. А эта пчела, как говорится, матка, ну хоть бульдозером толкая, она не хочет сеять. Но если вы заменили матку или выпустили матку из клеточки, продержав ее хотя бы дней 20, то семья имеет такое свойство. Семья, пчелы загоняют матку, как по весне. Сплошной расплод. Это не просто так, одна рамочка запечатана, другая полузапечатана. Нет. Это как по весне сплошной расплод. Пять рамочек и все запечатанные. Вот таким процессом работает к осени подготовка вашей семьи. Сейчас мы посмотрим то, что я рассказывал хотя бы на этой семье. Итак, смотрим. Это я поставил уже рамочки на второй этаж. На первом этаже я ограничил через разделительную решетку, ограничил на две-три рамочки, посадил матку, потому что она уже насеяла тут меня капитально. Это я смотрел дня три назад. Сейчас посмотрим, что здесь у нас есть в данный момент. Есть ли у нас пчела? Пожалуйста, посмотрите. Пчелы больше, чем достаточно. И наверху, и на низу. Вот я снял. Пришлось матку ограничить. Бо она разогналась, не ограничишь. Пчелы ее кормят, как на убой, и она шурует. Молоденькая. Вот. Сейчас покажем, что у нас тут есть. Ах ты, оторвалась эта штучка. Ну ничего, мы ее... От моей этой самой перекладины. Мы ее прибьем. Временно отставляем одну рамочку. Вот. Вот. Это просто с напрыском. Это такая рамочка пластиковая внутри. Вот. С краю. Остальное идет с метком. Здесь матки нету. Я ее убрал на низ, потому что... Два дня назад я ее убрал на низ, потому что она тут натворила меня. Так насеяло, что... Ну если пять рамок, то это в зиму, это будет очень хорошо. С пластичком засеяно. Вот, пожалуйста. Рамочка с медом. Снизу белый расплод. Видите? Вот. Это рамочка с медом для зимовки. Видите? Печатный. Красивый печатный расплодик. Вот. По центру. Это которая была засеяна. Одна рамочка. Прекрасно. Смотрите, пчелы. Пчелы. Здесь не густо еще. Но она еще подойдет. Будет очень густо. Аж дальше некуда. Как говорится. Это одна рамочка с засевом. Это еще, так сказать, засев не запечатанный. Смотрим следующую. Пожалуйста, посмотрите. Как вас радует такой засев? Меня прекрасно радует. Медок сверху. Вот, посмотрите. Медок сверху. Пыльца тут была под низом. Все говорили, не перезимует. Посмотрите. Все они съели, заложили. Вот. С этой стороны, посмотрите. Прекрасный засев. Это молодая маточка. Вот. Здесь дырочки для перехода. Если они будут зимовать, это задняя стенка. Они начинают отсюда грезть и идут до эту сторону. Представьте себе, столько пчелы выйдет. Это одна рамочка. Смотрим вторую рамочку. Это уже вторая рамочка с расплодом. Этот не запечатанный, этот запечатанный. Я рассказываю, что в зиму идет 100% молодая пчела. Эта, которая сверху сидит, она практически не проходит никуда. Смотрим сюда. Еще одна рамочка. Видите, прекрасный расплод. Если это выйдет пчела, то это достаточно. Но это по центру уже вышла частично пчела. Вот. Это было с пластичком. Вот даже вылазит маточка. Вот она усиками. Это пчелочка. Усиками уже шевелит. Вот это по центру вышло. Вот еще усиками шевелит. Вот. Вот можешь приблизить поближе. Вот. То есть и вот. Это вот по центру уже молоденькая вышла. Вот они лазают молоденькие. Вот они. Итак, друзья. Эта рамочка. Три рамочки уже вижу. Засела. Семья получается сильнейшая. Так сказать. С молодой маткой. Вы ничего не теряете. Плюс можете приобрести, если у вас была хорошая матка в этой семье. Вы можете приобрести еще одну или две хороших матки. Можно сделать нуклеус. Как вы думаете? С таким засевом можно сделать нуклеус? Конечно, можно сделать. Посмотрите. Это уже часть пчелы вышла. Смотрите, сколько пчелы. И еще выйдет. Мне очень много пчелы. Хватит по самым, так сказать, уши. То есть это уже у меня четыре рамочки с расходом показал я вам. Смотрим следующую. Засел идеальный. Это уже два дня назад, я смотрел, был чисто запечатанный. Сейчас уже пчела стала выходить. Вот еще одна рамочка. Посмотрите. И здесь пчела по центру выходит. Видите? Пчелы будет больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно в зиму. Придется еще даже подать метку. Поэтому я матку взял, резко ограничил. Молодая матка. Представляете себе? Постоянно запечатанный расплод. Смотрите. Это уже пятая рамочка. Четыре плотно запечатанных пчела выходят, как вроде по весне. Такая работа матки осенняя после закрытия клеточки. Самое главное, что вы должны понимать. После закрытия семья, это не только я, это подметили многие пчеловоды. И мажайка подметил, и другие. Когда вы закрываете матку в клеточку, то вы имеете вот это тоже с медом и засевом. Пожалуйста, посмотрите. Ну как? Радует ваш глаз? Мой глаз очень радует. Была поганенькая семья, а сейчас стало полно пчелы. Молодой. Представьте себе. Это пятая рамочка печатная. И пчела на выходе вот уже вылазит везде, как говорится. Что делать? Кто-то скажет, что может сказать, что это плохо. А я скажу, сильные семьи в зиму стараются пчеловоды сделать все. Но чтобы она не перебрала, мед не съела. Вот и весь разговор. Пожалуйста, смотрите сразу. Мед. Это тоже засеяно. А вот она сбежала через разделительную решетку наверх. Маточка. Вот она, маточка. Посмотрите, вот она, видите? Она на вид не сильно большая. Но проскочила наверх через пластиковую разделительную решетку. Придется ее это самое. Вот здесь она опять насеяла, как говорится. Видите, друзья? Придется ее в клеточку посадить, потому что она нашкодничает тут мне. Не дает покоя. Итак, друзья мои. Что я делаю? Где она сбежала? Пока отставлю временно, чтобы можно посадить в клеточку было. Сейчас возьму клеточку. Вон она побежала. Это поздняя молодая матка. Вот только начало сеять. Вот представьте себе, вышла она от числа... Ну, это первый ее засев, так сказать. Который она сплошняком натворила, понимаете? Сплошняком надела. Сейчас, сейчас, сейчас. Я положу сюда ее. Где она делась? На ту сторону опять сбежала. Не выгодно мне, чтобы она сеяла. Поэтому мы ее, дорогую, вот... Хоть она, наверное, и невзрачная, как говорится, ну, не сильно вроде как это... Но она еще не успела разбежаться, потому что она молоденькая. Но, как говорится, пчелы ее разгоняют. Пчелы не дают ей, как говорится, разжиреть. Ну, повернись, повернись сюда. Вот она. Опс. Все, вот она. Видите, я ее поймал. Делаю так. Смотрите, как я сажаю клеточку. Сажаю ее сюда, вот. Вот она, в руке. Клеточку ставлю вот так, сверху. Вот. И закрываю внутри, чтобы матка полезла вверх на свет. Она лезет вверх на свет, залезла. Видите, вот она. Не видно? Вот сюда повернем. Вот она бегает на свет. Видите? Вот она. Видите? Все. Отсюда она уже не должна выскочить, потому что это рассчитано хорошие клеточки. Я проверял, ни одна матка не вылезла. Советую покупать такую клеточку и поставить. Видите? Она насеяла мне много. Что я делаю? Крышечка. Закрываю. Посадил матку в клеточку, закрываю. Все. Она уже не вылезет. Пчелы свободно кормят ее. И мне не надо, чтобы она больше сеяла. Как вы видели, я уже это самое вам показал. Сейчас расскажу. Вставлю на место рамочку. Видите? Медок. Прекрасный на многих рамочках. Прекрасный медок. Запас меда. Видите? Белая. Это она еще одну насеяла рамочку. Как говорится. Я ее прикрыл на низ, а она наверх сбежала. Такие фокусы мне не нравятся. Итак, друзья. Результаты закрытия мата в клеточку дают очень и очень положительные результаты. Если вы будете правильно использовать. Сейчас я еще последние две рамочки досмотрю. А вот. Моя хамечка. И мы поставим матку на место. Матка пока вот здесь лежит. Сейчас посмотрим, что здесь у нас творится. В общем, чтобы она дальше не сеяла. Мы ее закроем. Вот это тоже с медом. Смотрите, друзья. Запас с медом хороший. Видите? Это полностью снизу напрыск. А сверху медок подготовленный. У нас еще время тянется. Итак, что мы имеем, друзья? Имеем. Имеем. Считаем мы. Две рамочки с полуоткрытые. Как говорится. Раз, два, три, четыре, пять. И пять закрытых. Семь рамочек расплода. Это очень и очень хорошо. Итак, друзья мои. Иметь семь рамочек расплода. Девяносто процентов готова, как говорится, семья к зиме. Хоть сейчас закрываю ее, как говорится. С молодой пчелой, которая выйдет. Она облетается. Это тоже с медом. Пожалуйста. Была слабенькая, больная семья. Все эти. Она выздоровела. Имеет качественную, хорошую матку. Которая молодая. Только-только начала сеять, как говорится. Это то, что нам и требовалось. Теперь, чтобы эта семья не переживала. Мы им подсунем этой клеточке матку. Ту самую, которую она. Они ее любят. Они теперь вас любили. Старую матку, которая здесь была. Она сидела до последнего. Два дня назад я ее забрал. Посадил в нуклеус. На всякий случай, может, еще семьи будут. Видите, как они сразу полезли на матку. Вот, смотрите. Вот я ставлю, и они все-все-все лезут на нее. Они моментально чувствуют, что матка туточки. Вот. Временно прикрываем. Вот. Немножко придавлю, чтобы она вот так пошла под планочку. И все, уважаемые. Эта семья готова. Готова к зимовке. Вот. Итак. Очень качественно получилась семья. Если вы захотели бы купить у меня, пожалуйста, купите. Я ее продам хоть сейчас. Потому что у меня почти 90 с лишним процентов все такие семьи. Я не хочу затрагивать вашего времени, как говорится. Вот. Я рассказываю и показываю. Некоторые только рассказывают. Но я рассказываю и показываю. Вам не надо верить только ушам. Но вам надо поверить и глазам своим. Итак. Содержание такой технологии. Одна всего маленькая клеточка. И когда вы делаете вот эти процессы, значит, просмотрите запас меда в зиму. Почему пчелы переносят яйца. И зачем пчелы переносят яйца. И это третье видео. Этой же семьи, пожалуйста, семья готова в зиму. Не только по кормам, но готова и по пчелам. Семь рамок. Аж девать некуда. Я ее на низ пустил, через разлетную решетку. Но она худенькая, пролезла все-таки. Иногда бывает пролазит. Итак. Немножко поднимем и закрываем. До встречи, друзья. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Ждем ваших комментариев, вопросов. Чем сможем, тем поможем. Удачи вам. Точно таких же семей. Каждому из вас, кто смотрит это самое мое видео. Имейте. Только тогда вы будете иметь эти семьи. Если вы не будете бояться экспериментировать. И делать то, что я вам показываю. Потому что я показывал в этом сезоне. С августа. Как говорится, по очереди. Всю технологию. Мне КТ просто рассказывают. А я рассказывал технологию. Сам процесс. Степс бай степс. Как говорят у нас в Америке. Или говорят. Ступенька за ступенькой. Как рассказывают. Первый этап. Второй этап. Третий этап. Четвертый этап. Заключительный этап. Показываю вам. Семья готова к зиме. Если у вас есть еще. Магазинная надставочка. То это вам гарантия. Где бы вы не зимовали. Хоть в Сибири. Хоть в магазинную надставочку с медом. Пчела образует клуб здесь. И она зимует прекрасно. Итак, друзья. Все не расскажешь в одном видео. Время торопит. И я не хочу задерживать вашего длительного внимания. До встречи. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ждем ваших вопросов. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.